Всем привет! Осталось совсем чуть-чуть посмотреть моих магнитных палеток в таком предновогоднем лирическом творческом беспорядке. Начинаем заканчивать это дело, а то будет обидно в этой предновогодней суете не успеть досмотреть совсем чуть-чуть. Осталось-то у нас тут в общем... Давайте дедулю подвинем, гирлянду положим. Вы уже тоже все елки нарядили, все, квартира... Ой, что я делаю? Красиво наряжено. Там у меня промокать нечему, некуда. Все окей. Так, что собственно нам осталось посмотреть? Помните эту палеточку с такими классными тетеньками по мотивам Звездных Воин? Тут в сторону с Дарт Моллом мы вроде бы глянули, да? Я активно сводчила в прошлый раз эти голографики, рассказывала, какие они обалденные. Вот еще раз посмотрим. У меня большое желание сегодня успеть еще собрать палеточку к новогодней ночи. И очень-очень хочется их задействовать. Ладно, пойдемте смотреть туда, где мы еще ничего не видели. Но тут все достаточно скучно, прозаично. Небольшой повтор идеи моей палетки для лица, показанной в прошлой серии. Это все серия про артист. Мейкап революшн, скульптор. И двое румян, навевающие грусть. А что я сидела тогда, отзывы вычитывала, когда стоило это все 3 копейки, доставка бесплатная набиралась элементарной. Почему я не взяла больше оттенков? А хайлайтеры, должна вам сказать... Так, фокус. Вот так вот в сводче они шикарно смотрятся. Если начинать их тонким слоем растирать, вот эти два очень паскудно рассыпаются на отдельные блесточки. Розовый ведет себя лучше. То есть вот хайлайтеры прям вот не предел моих мечтаний. Так, дальше все такое красное, оно не совсем случайно собралось. Я с умыслом собирала вот эту вот красно-рыжую гамму, чуть-чуть бордовую, именно сюда, чтобы она была вся в одном месте. Если что-то мне из нее надо, то сюда за этим лазить. Тут рехилы тоже где-то лимоне, где-то революшн. Революшн. Давайте посмотрим. По-моему, это все революшн. Да, про артист. Так, если отсвечивать не фокусируется, сори, я просто не хочу, чтобы по длине уходило куда-то неизместно, куда это все. Я надеюсь, про артист убрали, а революшн про останется. Миллениал селфи. Шикарные цвета, да? Вот они еще раз показывают. Это легонечко-легонечко так сухими пальчиками раз и набралась. Unreally. Вот он, он really такой. Кстати, на глазах очень прикольно смотрится. Я прям даже не ожидала, что вот такой цвет у меня на веках мне может понравиться. Поэтому, если вдруг вы думаете, что какие-то цвета вам не идут, а не пробовали сесть, поделать с ними макияж, поиграться с нарядами и прочее, прочее, ну, слушайте, не надо таких скоропалительных выводов. Я думала, что не пойдет, не пойдет, а оно взяло и пошло. Так, это тоже про артист. Его уже не купишь. И это iImpact. Ты кто? На самом деле, там было Millennial тоже. Ты кто? И ты Stubborn Millennial. Классный какой тоже. Вот два цвета, они очень похожи. Видите? Так что все-таки Revolution, делая свои рефилы, не сильно разнообразил разные палеточки. Вот это, по-моему, Limani будет. Такой он очень хайлайтерный цвет. Очень-очень деликатный, суховатый. Вот он. Вот по отблеску можно от моей кожи отличить. Я его по текстуре отличаю. И по набитости рефила, кстати. Видите, он до краев набит, а Revolution, рефил там чуть-чуть тени меньше. Это Limani 08 должно читаться. Вот, чинюха. Так, вы два красота. Тоже очень похожие цвета. И третий на них будет похожий. Они тут все похожие, при том, что это разные наборы рефилов. Это iFoil был набор. Это был iFoil другой набор. Это был HD Metallic 2. Еще один набор из серии iFoil. И, как видите, они все достаточно похожи. Ну, ничего страшного. Товар не скоропортящийся. Съедим. Так, надо, надо салфетку уже взять влажную. Это тоже, кстати, iImpact. Тут у меня, по-моему, вот эти все три квадратика. Это YouCanBe. Это все из разных тоже китайских палеток. Опять YouCanBe. И YouCanBe Pink Violet даже помечено. Они будут все строго в этой гамме. Вот это классенький. Видите, какой, как масло он, текстура. Такая полужидкая. И рядом последний рефил из разобранной палеточки Фаберлик. Сейчас такую не купишь. Ну, что его сочить? Его очень плохо будет видно. Такой бледно-розовый. Ну, как сказать, кто любит такие оттенки для припудривания века, то, наверное, пойдет. Вот, вот все, что осталось в этой палетке. Буду ли брать что-то из нее для макияжа к новогодней ночи. Сейчас подумаем активно. Досмотрим, что еще осталось. Так, листик уже пальмялся. Вот моя фиолетовая палеточка. Это первая односторонняя палетка. И вторая вообще мной полностью собранная. И она собрана. Тут есть один маленький секретик. Вот эти все рефилы, они, что называется, пригнаны друг к другу очень плотно. И они без магнитов. Эту палетку трясти нельзя. Тут очень-очень много немагнитящихся рефилов. Поэтому будем аккуратно ее рассматривать, аккуратно из нее все вытаскивать. Видите, у меня тут красный цвет. Очень крутой красный китайский. Взял и устроил чпшечку. Вот. Он неизвестно с чего начал крошиться. Причем он вот тоже из немагнитящихся, просто подогнанных, плотно держаться друг за друга. Вот этот с стикером. Этот тоже со стикером. Так. Так. Ты кто? Этот без стикера. Так. Это вообще тарт. Вот эти два тоже тарт. И вот этот третий тарт. Такие базовые хорошие цвета. Вот этот без магнитного стикера. И этот без магнитного стикера. Вот эти два ярко отличающихся от всех по форме. Из-за нам хорошо знакомой палеточки от Essence с радугой. Вот. Но к этой новогодней ночи я их брать не буду. Меня интересует все-таки больше фиолетовая гамма в этот раз. Так. Воспользовавшись кнопкой паузы, я как смогла этот кумачево-красный подмела. Давайте к большим рефилам. Из них самый примечательный – это вот этот. Очень нежная такая тень. Классно распределяется бронзером. А на самом деле, может быть, я уже где-то когда-то упоминала, из моей древней-древней палетки Эльф. Страшный-престрашный. Остатки коричневых оттенков я в свое время вытряхнула. Еще с чем-то смешала. И спрессовала в этот рефильчик. Все они 8 штук. Из хэллоуинской лимитки Makeup Revolution. Причем лимитки какого-то лысого лохматого года. Уже когда я делала заказ один из своих первых, она была старой при старой. Стоила копейки при копейке. В общем, я купила тонкий пластик. Там чуть ли не стек с рефилов. Они все на магнитных стикерах. Сами не магнитятся. Очень прикольные тени. Около запеченной гаммы. И вот этот рефил, да вообще эту палетку собранную, летом 19-го года я ее катала с собой в отпуск. Поэтому даже если у вас нет магнитных стикеров, но рефилы собраны друг к другу очень-очень тесно, то может все и классно съездить. Ничего никуда не выпадет. Отдельные цвета тут. Да, вот этот перепрессованный. Все остальные рефилы родные. Мне этот голубой очень нравится. Ой, какой класс. Правда? Кстати, в этом году я открывала сайт Revolution пару недель назад. И там снова была палетка Under Your Spell, называлась. Но в совершенно другом дизайне. Я не успела рассмотреть. Меня что-то отвлекло. Пришлось закрыть и не рассматривать. И так я в итоге не узнала, что это. Но она есть с таким же названием. Такие там рефилы или нет, не знаю. Мне больше все нравится делать вот так иногда. И получать нечто вот такое. Вот. Очень будут похожие цвета друг на друга. Так, надо вот этот где-то здесь пошире нарисовать. Прямо он такой вот. Ни тень, ни хайлайтер. Но очень прикольный цвет. Видно? Сейчас попробуем пофокусировать. Вот. Вот так вот лучше видно. Такой розовый-розовый тонкий хайлайтер. Классно тянутся, да? Вот. Так что может быть что-то подобное сейчас и можно приобрести. Я, собственно, что их убираю. Я хочу добраться до вот этих цветов. И посвочить их, и кое-что сразу изъять. Ой. И переложить немножко цвета, чтобы это не распадалось. Придется вставить вот эти рефилы по чуть-чуть. Фокусируйся. Ну, фокусируйся. Я знаю, ты можешь. Я в тебя верю. Так, подвинем вот так. Вот вам рояль из-за кустов. У бренда Фокалюр есть четыре палетки девятки. Вот здесь фиолетовая и зеленая разобраны. Но я хорошо помню, что какой-то рефил я совсем выбрасывала из зеленой палетки. Во-первых, потому что он сильно раскололся. Во-вторых, там такой ядовито-зеленый цвет был, что, ну, как-то я не видела ему применения и жизни в своей коллекции. Решила не заморачиваться. И здесь дополнена рефилами из других китайских палеток. Благо, они все практически одного диаметра. Да и стандартные ячейки тарт, я должна вам сказать. Такого же стандартного квадратного. Квадратного оно не диаметра. Это я ступила. Это, как сказать, длина стороны квадрата. Вот так назовем это. Итак, что мы хотим добыть? Мне вот захотелось вот эти два рефильчика достать. А то вот эта текстура волшебно-масляная, она же может как-то поменяться. Еще что-то с ней может случиться. Да, у меня в карандашах для век гелевых есть подобные оттенки. Но очень хочется воспользоваться именно этими. Этот синий тоже мне нравится. Но, наверное, все-таки мы полезем за фиолетовым. Вот это, смотрите, какой красавец. Так, тут все просто. Они без магнитов. Вот этот очень жалко цвет. Он не закончился. Из него тоже перепрессованный кусочек выпал. На самом деле очень приятный бордовый. И по текстуре приятный. И по всем, по всем. Так, вот. А, эти я уже с собой доставала куда-то. Они уже на стикеры посажены. А то я тут свою коллекцию стикеров достала. Это упаковочка из-под пудры. Рутовской. Рутовской. Я их вынула. Пусть тут полежат в стороночке. Так. На их место мы тогда вот эти положим как-то вот так. Не хочет. Потом заставим. О, этот тоже с магнитным стикером. Некоторые, значит, все-таки со стикерами. Он очень-очень похож на то, что нам Эссенс предлагала в своих палетках. Тиками натираем, натираем. Натираем, натираем. Вот они. Чуть по-разному отливают. Или разный немного угол. Но в сущности похоже. Красота. Цвет зеленки. У фокалюр какой. Кто любит цвет зеленки в макияже. Ну, пыльно-розовый тоже, кстати, шикарный. Пыльно-розовых, благодаря фокалюру и ее Кенби, у меня, наверное, пожизненный запас. Вот оно как. Так. Надо теперь всю эту мозаику сложить вместе. Так. Немножко упорства. Так. Так. Прям как игра в... Как же она называлась? Пятнашки или Собери кота. Как-то так. Помните в детстве такую игру? Предтеча Тетриса. Так. Что мы дальше делаем? А дальше у нас появляется следующий рояль из-за кустов. Рояль Приди. Вот он он. Вот из-под него коробочка. Так выглядит его крышечка. Сейчас всех ослеплю. И сюда буду собирать свой новогодний мейкап вместе с вами. Собственно, из моей коллекции, что мы не глянули? Мы не глянули... Не, вот тот бардак я, по-моему, как-то приоткрывала крышечку. Но там просто бардак. А вот в этой от Neva Cosmetics Duochrome я вырвала в своё время разделитель на рефилы. И здесь постоянно живут оставшиеся четыре штуки из законтурирующей палетки, где восемь таких квадратиков было от мейка Prevolution. И, как вы можете заметить, когда они, эти рефилы, положены рядом, разницы особой нет. Вот этот только чуть по цвету отличается от трёх других. И в палетке просто вот пудрами разных цветов разграничены, они кажутся разными. А так вам продали много одинакового скульптора. Тут два кремовых цвета от Makeup Revolution, что я могу сказать. Они... Это была какая-то старая версия попытки сделать кремовые рефилы в серии Pro Artist. Блёстки в вазелине. То есть это вообще никак не фиксирующийся продукт. Тот случай, когда выкинуть жалко, использовать непонятно как и делать неизвестно что. Три рефильчика от Faberlic. Посмотрев мою коллекцию, вы понимаете, у меня таких цветов в качестве лучше много. Поэтому они тут на вышелках лежат, ждут целую часа. Два китайских глиттера. Не помню, из какой палетки. Распадающихся на блёстки. Меня редко тянет на что-то подобное. Особенно в такой красной гамме. Они тоже лежат, ждут, когда либо засохнут, либо я придумаю, как их использовать. И старая-старая древняя тень от Catrice. На момент её приобретения, помнится, это было одно из лучших качеств, которые можно найти в подружке. Но как-то вот не успела я ей сильно попользоваться. На её место пришли другие тени. И теперь она тоже лежит, ждёт своего часа. Всё. Теперь можно приступать к сборке магнитной палетки для новогодней ночи. Если в одну не влезем, то у нас вон там ещё запас магнитных палеток. И здесь у меня, вот как вы помните, ещё целая палетка с пустым местом. И, наверное, мы тоже ей воспользуемся. Я туда буду откладывать то, что не знаю, как сейчас применить. Давайте вот так она здесь где-то будет лежать на границе нашего поля для творчества. И будем как-то это всё раскладывать и перекладывать. Тарт как классно раздвигается и сдвигается, правда? Так, вот наши китайские рефилы. Этот хайлайтер от Tarte мы уберём на хранение в другую палетку. Потому что он всё-таки очень-очень, как бы сейчас для меня... Ну, это может быть какой-то базовый тенью на века, ещё что-то. Но на руке вроде ничего. На лице будет слишком летним загорелым инородным пятном смотреться. Румян мне тоже, я думаю, хватит одних. Даже не знаю, как её выбрать. Наверное, остановлюсь на вот этих порозовее, которые... Не уверена, что захочу угол затемнять чисто чёрными тенями, хотя под фиолетовое может быть коричневый рефильчик от Tarte, самомагнитящийся, я тоже сюда положу. Вот так вот это всё будет выглядеть. Наверное, мы ещё очень хотим добавить хайлайтер. Про хайлайтер я долго-долго думала, где же его взять, какой бы прихватить. Здесь есть другой хайлайтер от Tarte. Вот он посветлее, но распадается на блёстки. И даже вот не знаю, что делать, что делать, что делать. Кристаллайз. Что-то на кристаллах. Эссенс тема белый-белый цвет такой. И он белый с вкраплением блёсток. Давайте попробуем взять его. Вот он будет перекликаться тоже с рефильчиком Tarte, со всем таким белым сатином. Может быть, какой-то из них меня прям вот белый вдохновит на то, чтобы у меня был чисто белый хайлайтер в новогоднюю ночь. Так, вот это надо привести в порядок. Так, если крепите в палеточку рефилы без магнитных стикеров, надо убедиться, что они все плотно окружены рефилами с магнитными стикерами. Тогда ничего не вывлится, не разобьется. Когда не знаешь, что выбрать, бери все. Решила я и достала все светленькие голографики из этой палетки. Руки какие блестящие от них стали. Так, нужно ли нам что-то из этих цветов, как вы думаете? Я думаю, что вот при наличии вот этих двух, перекрывающих все остальное, мне не очень надо. У меня платье ближе вот к этому цвету будет по оттенку. Поэтому давайте закроем эту сторону. И на всякий случай возьмем вот этот блестящий цвет. Я не знаю, буду ли я его применять, категорически не уверена, но почему бы и не взять. Что еще очень хочется задействовать? Задействовать, конечно, хочется как-то палетку вот эту. Чтоб такое из нее выкорчевать. Не, уже ничего не видно, надо пойти руки помыть. Так, я тут уже бросилась свотч делать. Вот, два оттенка, между которыми думаю. И, наверное, вот этот у меня будет центральный оттенок макияжа. И по нему я уже всякими другими буду какие-то нюансы корректировать в процессе. И, наверное, вы знаете, вот этот розовенький надо взять. Как он на темных розовит классно. Лимоне 202-й, кто подзабыл с предыдущей серии. Лимоне 204-й. Лимоне 201-й. Ну и дальше какие остались? 205-й и 203-й. Вот вся эта пятерка таких призматиков от Лимоне. Вот что стоит брать. Все остальные тени, можно лохануться, окажутся совершенно обычные. А вот эти, ну прям очень-очень достойные. И центральным голографиком у меня будет утопия от Neve Cosmetics. Так, вот так ее положим рядом с хайлайтером от Revolution. Тоже они вместе друг с другом очень здорово играют. Кстати, кто эту фишку никогда в макияже не пробовал, обязательно попробуйте на этот Новый год. Берете какой-то темный насыщенный цвет и берете какой-нибудь, не знаю, металлик, перламутр, что-то такое, что можно полупрозрачно нанести. Такие блестящие, переливающиеся. И добавляете местами по чуть-чуть на основной цвет. Эффект может быть просто завораживающий. Я могу долго сидеть, залипать на сводча. Надеюсь, вы тоже и вас это не утомляет. Ну и, собственно, еще чем хочется обязательно дополнить такую палетку к фиолетовому макияжу новогодней ночи. Это возьмем из Project Pen палеточки остатки пудры. И давайте дадим шанс еще раз поработать скульптору. И, может быть, даже вот этому цвету, если он влезет, не хочет вылазить. А что делать? А кому сейчас легко? А мы их пихнем. А мы вот так поступим. Немного сноровки, смекалки, тренировки. И мы все воткнули. И, кстати, раз уж у нас пошла фиолетовая тема, два стародревних рефила от Art Deco. Тут прям как раз как будто под них место осталось. Вот они как раз будут таким тоже воспоминанием из длинного-длинного Project Pen, где я в них старалась копаться-копаться, но до дна так и не дорыла. Такой мостик будет макияжный между 2020 и 2021 годом в моей косметичке. И, наверное, тоже вот такой возьмем кремовый рефил, в котором копалась-копалась в Project Pen и не дорыла до дна. Обычный он матовый. Кто его подзапамятовал? Вот он он. Тоже пусть будет. Еще в нем порой все новогодние ночи. По-моему, отлично собралась косметичка, призматики, дуахромчики, хайлайтеры, белые с блесточком, белые такие, совершенно классно, кремово-сатиновые. Люблю такой белый эффект. Обожаю. Вот это с блестками. Еще раз его получше посвозь, чем с самого начала видео. Растушевочный цвет. Тушуем все и везде. Кстати, его можно было и как скульптор использовать. Сравним со скульптором с этим. Так, сейчас блестки это то, чтобы пальцы извозюканы местами в другие цвета. Вот так вот. Так что отправляюсь я в Новый год с шикарной, красивейшей праздничной палеткой, полностью собранной. Остальные палеточки укладываю отдохнуть. Сейчас за кадром буду разбирать Project Pen. Палеточку тут некоторым рефилом надо по другим домам отдохнуть. И до встречи в новых видео. Всем удачной подготовки к новогодним праздникам. Исполнение желаний. И только-только приятных хлопот. И в ближайшие вечера. И в наступающем году. И всегда-всегда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новогодний розыгрыш. Где-то там в дебрях ночи с 31 на 14. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!